Поэзия 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 Не поможет нам выйти из данного круга Шанс, стол и свечка, чернила, бумага, перо Заинтересовалась. И вот сегодня с нами этот поэт. Пока я его титулы не буду представлять, я просто скажу. Русский поэт Сергей Антипов. Ну, можно добавить, лауреат литературных премий. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Инна Васильевна. Ну, тогда вы Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, я благодарю вас, что вы пришли. Сегодня мы и снимаемся на фоне поэтических таких картин Константина Васильева. И вот именно как поэта я вас пригласила и немножечко о себе. Потому что вот такие стихи вы пишете, а ведь мало кто знает вас. К сожалению, да, поэтов современных сейчас знают немного. А почему? Кого? Знаете, наверное, время такое. О, как в тючке сказал, да? Да. Время тяжелое. Время, когда хлеб, он, в общем-то, замещает людям все остальные интересы. Хлеба и зрелищ, как раньше говорили, да, в Риме, в древнем. И вот крик этот в толпе доминировал. Да я даже думаю, Сергей Сергеевич, я даже думаю, что и не до зрелищ. У нас простой народ занят добыванием хлеба. Так и есть. И я знаю много бедных поэтов, которых никогда, может быть, никто не узнает. Им не на что печататься, понимаете? Вот я говорю такие строки, такие слова. Не на что печататься. К сожалению, да, страшные слова. Да, действительно, много поэтов, которые достойны были бы, чтобы их напечатали хотя бы в журнале. Да, я уж не говорю про авторский сборник. Но вот действительно... Но сейчас мы говорим о вас. Заботы о хлебе насущном, они не дают людям открыться. А как вы пришли в поэзию? Наверное, как все в детстве пишут стихи, да. Да, это мы все пишем в детстве. Пытался, да. А вот так вот уже по-серьезному я начал писать в конце прошлого столетия. Первая моя публикация состоялась в 1999 году в Альманахе, в Воскресенске, моя родина светлая. Там находится моя дача, и я там стал сотрудничать с литобъединением местным Воскресенским. Лито Радуга называется. Оно находится в усадьбе Кривякина, в усадьбе Ивана Ивановича Ложечникова. Там замечательные собрания у нас проходят литераторов, поэтов Воскресенского района. Вот. И постепенно вот так вот публикуясь там в местной сначала прессе, в местной газете Воскресенской, литературной. Вот дошел я до того, что уже собрал материал для авторского сборника. Сначала для первого, и потом вот так дальше и дальше. Как говорится, да, поэзия, она стала уже меня звать к себе все больше. Потом я пошел на высшие литературные курсы, вступил в Союз Писателей России. У Льва Константиновича Катюкова, замечательного нашего поэта современного. А я у Кузнецова. Да, здорово. Царство Небесное тоже, я считаю, великий поэт. Великие поэты они есть сейчас, да. И, конечно, нам есть к чему стремиться, есть с кого брать примеры. Вот, поэтому, конечно, когда вышли мои первые книги, я был бесконечно счастлив. И сейчас я, конечно, смотрю на них, там много недочетов, много, наверное, каких-то слабых мест. Но это, опять же, заставляет двигаться вперед. То есть работать над собой, работать над словом для того, чтобы стихи хоть кому-то были интересны. Хотя, опять же, возвращаясь к нашему началу беседы, время такое, когда стихи мало кому интересны. Но, тем не менее. Но это не потому, это что-то другое происходит. Сергей Сергеевич, вот Вы сказали в 99-м году, как бы вторая половина прошлого столетия. Но ведь Вы молоды. Это вот я, когда пишу формуляры заполняю, пишу дата рождения, вторая половина прошлого столетия. Уточнять не хочу. А Вы с 70-х годов рождения, да? Да, я родился в октябре 75-го года. И Вы сразу стали поэтом или у Вас какая-то профессия? Я окончил Московский инженерно-физический институт по образованию, да, легендарный МИФИ. Я физик-металловед и работаю я в металлоторгующей компании. То есть это, ну, та часть сторона жизни, которая как раз и дает этот самый хлеб, да, о котором мы говорили. Потому что без этого нельзя. Нужно кормить семью, нужно содержать близких своих людей, помогать тем, кто тебе дорог. И только потом уже, да, когда вот все уже обеспечены, можно так сказать, да, можно на себя что-то потратить, да, издать, например, авторский сборник. За свой счет? За свой счет, конечно. Первые сборники любого автора, будь он самый-самый талантливый, распрекрасный, никто не будет печатать. Понимаете, вот для меня поэзия – это не профессия, это судьба. А вообще это не профессия, это диагноз, говорят еще. Но это говорят наши профессии. Я бы сказал, это дар Божий, Василий. И мы теперь вот обречены писать стихи. Обречены. И, наверное, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, наверное, это где-то и не очень хорошо, потому что смотрят на нас большинство людей, как на идиотов, которые где-то собираются, читают какие-то стихи, восторгаются поэзией друг друга. Вот с этим я никак не соглашусь, потому что мне приходится выступать даже в дремучих аудиториях. Допустим, военные солдаты слушают. Сначала им не очень, а потом все равно мы побеждаем. Да, удается растопить. Главное, чтобы искренно. Вот в ваших стихах меня покорила искренность. Давайте, может быть, вы прочитаете парочку стихов, а потом расскажете о себе, о вашей семье, о ваших предков. Вот потому что, вот, а вы мне говорят, что у меня атовизм стихи. Действительно, бабушка писала там, в роду кто-то. И у вас, по-моему, тоже, потому что что-то родовое я чувствую в ваших стихах. Обязательно, конечно. Вы знаете, есть такая наука генеалогии, да, ДНК-генеалогия, которая действительно доказывает уже сейчас, что многие дары, многие способности, которые мы имеем, они пришли к нам, в общем-то, от наших предков. Хотя это совершенно не обязательно. Да, есть просто какие-то общие способности, да, у человека. Вот, и он начинает реализовываться, и вдруг вот у него открывается дар стихосложения, например. Да, вот как у меня, я считаю, он открылся, да, и слава Богу, что я не прошел мимо этого, а стал, в общем-то, писать, работать. Вот, и вот только сейчас, да, моё имя немножко начали узнавать, по крайней мере, в Московской области, да, где вот мы выступаем, ездим, да, какие-то даём поэтические ветераны и журналы. Да, поэтому я, конечно, с удовольствием прочитаю несколько своих стихотворений, вот, и дальше вот мы поговорим уже об этом более подробно. Ну, вот, например, такое стихотворение, называется «Пророк». У многих поэтов есть такое стихотворение. Вот на современный лад я написал такое. «Пророков нет в своих болотах, ценнее хлеб и колбаса, да посиделки по субботам, какие к чёрту голоса. В болоте важно, чтобы тина была и тёплой, и густой, а дельтопланы, бригантины, в болоте это всё отстой. И крылья тут одна помеха, пугают жаб и мошкару. В болоте правил успеха прийти сумел ко двору. И квакать громко, если скажут, и чмокать в нужные места, и не расстроиться продажи души, которая пуста. В болоте жить весьма комфортно, но не для тех, кто одинок. И от людей, кто духом мёртвый, бежит оплёванный пророк». «Какие грустные стихи!» «Грустные, да». «Время действительно такое, но я думаю, что виноваты, наверное, и Министерство образования, что в школах мало поэзии, правда же? Мало поэзии, настоящей поэзии мало. А сейчас ещё больше, ещё меньше. А на телевидении, на радио вы слышите стихи? Очень редко. – Крайне редко. Я смотрю только канал «Культура», потому что другие просто не могу уже физически переваривать. – А наш телеканал «Союз». – Ну вот только канал «Союз», да, но он кабельный. – Ну да. – Поэтому здесь, получается, да, всё спутниковое, да, сложнее. – Нет, но вы знаете, Сергей Сергеевич, всё-таки мне пишут и просят обязательно поэтов и стихи. – Слава Богу, значит, есть всё-таки интересы, значит, не всё потеряно. – Значит, есть русские люди, которым это нужно, русское поэтическое слово. – Да, это было бы… – Вот, и, конечно, пророк Пушкинский. «Восстань, пророк, и в нем ли?» – такие слова. И вдруг мы попадаем в такое болото современное. – Да, а у нас пророк, он убегает. В своём отечестве его, к сожалению, нету. – Ну, у Лермонтова тоже его пророк, вы помните? – Да. – Тоже, тоже болезненное стихотворение. Давайте читайте ещё. – Вот ещё одно. «Инсталляция одиночества» называется стихотворение. «Я впиваюсь глазами синими в инсталляцию одиночества, Где любовь не зовёт по имени, Без любви добавляют отчество. Подсознание мелькает числами От столетий до дней и месяцев, Но никак не собраться с мыслями То ли носится, то ли бесится. Всё, что было, однажды кончится. Эта жизнь – непростая линия, Но вот вечно ли одиночество? Может, там назовут по имени?» – Ой, мифический Сергей Сергеевич, Это я вас по отчеству с любовью называю. Всё-таки я как-то немножко по-другому вас представляла поэтам. У вас такой репертуар, как бы я сказала, большой, И много жизнеутверждающих, почему я сказала мифический, Потому что мифи закончили. У вас там вот такие выпускники, которые идут в искусство И немножечко вот одинокие. Ну, может быть, творец должен быть одиноким? – Я думаю, да. Я думаю, конечно, есть ориентиры. Есть и небесные ориентиры, есть и ориентиры земные. Но когда он творит, он наедине с собой и с Богом, Наверное, так можно сказать. – А вот, Сергей Сергеевич, скажите, вот все поэты, почти все, Особенно те, которые были до 17-го года прошлого столетия, Они все очень несчастны в личной жизни. Да и в наше время тоже Рубцов. Как он был одинок и несчастлив в любви, так скажем. – Да, конечно, многие поэты были… – Краткая жизнь и какое-то вот одиночество и печаль. Вы это на себе как-то ощущаете? – Ну, я не могу сказать, что я прям несчастлив в личной жизни. – Не, ну мы счастливы хотя бы потому, что мы пишем. – Да, мы счастливы потому, что мы пишем, потому что мы творим, И мы услышаны, пусть не большим количеством людей, Не тем большим количеством людей, Которому хотелось, наверное, быть услышанным, Но все-таки у нас есть своя аудитория, есть свои почитатели. Да, и я знаю, вот я выкладываю в интернете свои стихи И получаю много интересных и позитивных отзывов, слов благодарности. – А кто вам пишет? Поэты пишут тоже, да? – Пишут и поэты, пишут и просто читатели, что особенно приятно. Да, когда вот не просто профессионал какой-то, да, зашел на страничку, А ну кто это такой? Тут Сергей Антипов такой появился, да, И прочитал, да, и что-то написал, какой-то комментарий. Хотя комментарии профессионалов, они бывают очень полезны. Потому что я подчеркиваю, что постоянно надо учиться. Никогда не надо останавливаться и вот что-то удачное написал. – А как вы учитесь? – Читаю других поэтов. – Да, классику. – В первую очередь, да, читаю классику, конечно. И потом у нас, я же член Союза писателей России, у нас есть собрания, конференции, где мы, есть заседания, литобъединения, на которых мы изучаем стихи других наших поэтов, даем им советы, комментарии, и вот в таких вот творческих дискуссиях многому действительно удается научиться, какие-то приемы для себя литературные удается почерпнуть и потом применить их в творчестве. Знаете, не считаю, что вот ты родился и сразу стал поэтом. – А я считаю так. Родился и стал поэтом. Именно так. Вот пусть меня простит на том свете Кузнецов Юрий Поликарпович, но мне высшие литературные курсы мало что дали. Вот как Бог дает, я так пишу. Я не думаю, где поставить образ, где ударение. Я не думаю об этом. – А у меня немножко к этому отношение другое. Есть поэтический дар, это как алмаз, который в природе нашли. Но нужна огранка. Чтобы он действительно засверкал яркими красками и стал красиво преломляться в лучах солнца, нужно его огранить. А для этого нужно действительно знать теорию стихосложения. И не чураться тому, вот я когда писал первые свои стихи, и мне потом говорили люди, ну ты знаешь, вот хорошая идея у тебя, хороший образ, действительно видно, что поэзия у тебя есть. Но поработай со словом. Другая, посчитай количество гласных в строчках, чтобы оно было одинаково. – Ах, это так скучно. – Для начала. Это не скучно. И когда я стал применять простейшие правила, размер, рифма, ритм, количество гласных, количество слогов, то, соответственно, вдруг я понял, что мои стихи стали лучше. Как-то вот какой-то произошел переход количества в качество. Я писал вначале много таких вот ранних, любовных каких-то стихотворений. А потом вот, когда я понял, что лучше я ничего не буду писать, или напишу что-то одно, но хорошее, чем это будет… – Чем много и проходящего. – Много пустой графомании. Как это, к сожалению, с этим приходится сталкиваться. – Очень даже, очень. Сколько выпускают… – И вот если вы видите, да, вот книги у меня, они небольшие. Вот такая вот книжечка «Линия любви» или вот «Стихобиение», из которой я читал. – «Стихобиение» мне очень нравится. Почитайте вот из этой книги. – «Стихи не для всех», книжечка, да, вот такая. Вот, они небольшие, потому что я считаю, что большие книги поэтические, их мало кто вообще будет читать. То есть это вот такие кирпичи, огромные тома, поэзии. Ну, это на очень-очень серьезных любителей, так скажем, а даже, лучше сказать, профессионалов, которым действительно нужно, интересно, какие-то хрестомати, антологии. Вот как мы выпустили антологию, например, да, но тут это действительно собрание многих авторов. – Ну, там по одному-два стихотворения. – А личная персональная книжечка, она все-таки небольшая, поэтическая должна быть, она вот в карман даже помещается. Но действительно, в какой-то момент мне, кому я дарю эти книжки, они говорят как, Сереж, твои стихи нам помогают в жизни. Вот мы открываем книжку на каком-то там месте произвольном, да, вот нам что-то, и даже получаем ответ из твоего творчества, да, просто прочитав это стихотворение. И мне безумно приятно это слышать, потому что я понимаю, что, значит, я пишу не зря. Значит, хоть кто-то, если тебя хотя бы один человек прочитал и какой-то вывод из этого сделал, значит, уже наше творчество не напрасно. Если дар есть, его надо... – А вы верующие всегда были? – Да, наверное, да. Вот со школьной скамьи мне посчастливилось рядом с храмом жить. У нас в Вишняках есть замечательный храм, Успение Божией Матери 17 века. Вот, и я-то еще родился в советское время, и мы были пионерами и комсомольцами даже, но тайком мы ходили на Пасху. – Что-то тянуло вас туда? – Тянуло, да, вы знаете, тянуло. У меня, вот если переходить, наверное, к родословной моей, да, у меня очень много предков-священников. – О! – Да, я даже в свое время, знаете, как собрался с силами, с мыслями, и вот такую книжечку маленькую для своих детей, внуков, написал «Родные взгляды прошлого», она называется, не поленился, проехал по родственникам, по своим там бабушкам, дедушкам, и собрал старые фотографии, вот такие вот, например, да, вот видите, это... – А вы знаете, я даже считаю, что такие книги, дорогие телезрители, нужно иметь каждому из нас. У каждого из нас есть не только дедушки и бабушки, но и пра-пра-пра. – Пра-пра дедушки, пра-пра бабушки, конечно, это здорово, когда я нашел... Вот почему я назвал ее «Родные взгляды прошлого». Знаете, с этих страниц вот этой книжки моей, да, она маленькая, я сто экземпляров всего сделал, тираж ее, вот, опять же, для детей, для внуков, которые когда-нибудь, я надеюсь, будут, вот, и, соответственно, да, я смотрю, и на меня смотрят мои предки, священники, протеереи, иереи, и купцы, и дворяне, у нас было много интересных, да... – Сословие у вас, значит, купеческое... – Купеческое, дворянское, да... – И духовное. – И духовенство, да, знаете, как после революции, ведь все перемешалось в нашей стране, и такая бетонная мешалка совершенно жуткая возникла, да, но, тем не менее, вот мне удалось разыскать до пра-пра-дедушек и пра-пра-бабушек свою родословную, я даже нарисовал вот такую тут схемку генеалогическое... – Да, это нужно иметь, кажется. – ...древо, да, чтобы понимать для себя, кто был священником, кто был купцом, кто был военным, дворянином и так далее. Вот, и это, конечно, для меня это очень важно, пусть она маленькая книжечка, но для меня она дает какой-то вот первый камушек, первую ступеньку, с которой дальше можно идти, потому что это в наших корнях порой, да, и заложено наше движение вперед. То есть, если мы не осознаемся, кто мы в этом мире, а осознаться, в первую очередь, это важно для человека, потому что как мы, вот Иван, не помнящий родства, как у Чингиза Айтматова, по-моему, был манкурты, да, люди, у которых отсутствовала память рода своего. – Ну, над этим работали ведь очень долго. – Над этим работали, да, но не удалось. – Нет. – Вы заметите, что... – Но это на генетическом уровне мы все равно помним, кто мы и откуда. – Мы помним на генетическом уровне, но как важно помнить это еще и на книжном уровне. – Да. – И документы. – Чтобы в каждой, как вы правильно сказали, в каждой семье должна быть такая книга, личная книга рода своего, потому что род дает силу. Да, вот у нас есть и духовные стихи, и у меня они есть в том числе. – А вот из этого сборника прочитайте свои стихи. – Да, вот я хочу сказать немножечко, мы сделали в нашей областной организации записателей России вот такую вот антологию. Называется она «Наше бессмертие». Антология православной лирики. Это собрание современных поэтов, которые, значит, пишут на духовные темы, на темы Родины. Я явился автором-составителем этой антологии. То есть три года я собирал... – Стоп, а можно писать на тему? На тему веры, Родины. – Ну, по-моему, это состояние души. – Это состояние души, конечно же. – Согласитесь, что сейчас многие поэты пишут именно на тему, на заданную тему, даже будучи неверующими, я знаю таких, которые пишут на тему православия, веры. – Есть такие, да. И вот мы когда собирали эту антологию, а я ведь ее автор-составитель, то есть, представляете, мне это все присылали на электронную почту, вот это вот. Более 60 авторов в эту книгу попали. – Можно пожалеть вас. – Да, три года, три года работы, три года труда. Потом мы получали благословение митрополита Климента Калужского и Боровского, да, вот такая вот замечательная она, видите, вот у нас благословение митрополита. Вот, и книга получилась потрясающая. То есть мы отсеяли столько стихотворений, которые, как вы говорите, правдно, люди пишут на тему. Но не должно быть этого. Есть авторы изограничные, у нас из Израиля, из Америки, да, вот из самых-самых разных уголков земного шара. И недавно мы подарили эту антологию Фёдору Филипповичу Конюхову, про теорию Русской Православной Церкви, да, который… – Ну да, он герой нашего телеканала. – И, как он сказал, да, что он брал её даже с собой на воздушном шаре. Она пролетела, наша антология. – А прочитайте оттуда свои стихи. – Ну вот, например, «Прощённое воскресенье». Я думаю, многие пишут об этом, да, потому что это особый день в году, один всего лишь, да, когда мы вот просим прощения у своих друзей, у своих родных. И кажется в этот день, что хочется попросить прощения у самых-самых даже лютых, заклятых врагов, и, ну, не откажет человек, наверное, да, вот в такой святой день. Вот. Я вот тоже написал такое стихотворение «Прощённое воскресенье». В году одно есть воскресенье, чтоб все грехи свои отмыть. Лишь надо искренне прощения у ближних сердцем попросить. Колени тихо преклоняю перед вами, светлые друзья. Я вас люблю и умоляю, простите даже, что нельзя. Ведь, получив от вас прощение, душою к небу воспарю. И звёзд волшебных украшения я вам, прощённый, подарю. «Чтоб наши души, словно птицы, летели выше облаков, Чтоб пали тёмные границы греховных дьявольских оков». Вот такой вот стихотворение. А можно я ваше стихотворение прочитаю? Для меня это честь, Нина Васильевна. С удовольствием, конечно. «Я однажды уйду навсегда из чужой, одноклеточной жизни, Где в фаворе лишь трудни и слизни, Благородства же нет и следа. Я уйду, подорвав все мосты, И мечом прорублю двери к счастью, Не деля его с кем-то на части, Но, увы, рядом будешь не ты». Это трагедия? Ну, это переживания душевные, да, конечно. Конечно, у каждого человека в жизни бывают такие моменты переживаний личных. Но, тем не менее, в стихах, вы знаете, кстати, И находишь какую-то отдушину порой, Когда на сердце груз, на сердце тяжесть. И ты рассказываешь, вдруг у тебя это выплеснется, Кто-то просто идёт к другу и поделится. А поэт, он вот обречён писать, И, соответственно, он выплёскивает это на бумагу. И потом, я заметил, кстати, говорю, да, Что стихотворения, они не только облегчают Вот какое-то сиюминутное состояние, Они могут даже быть определяющими Последующей жизни твоей. То есть они формируют реальность, эти стихотворения. Если они написаны искренне, Если стихотворения действительно, Вот те самые глаголы небесные удалось услышать, воспринять И их направить в нужное русло, То они, в общем-то, креативные. Вот какие-то предчувствия, которые сбывают. Вот, дорогие телезрители, почему надо читать стихи? Конечно, конечно. И почему, вот опять же, люди... Мы даже, мы сами, мы сами не отдаём себе отчёта, Что мы написали, а потом, оказывается, вот оно сбылось. Я сам свои старые стихотворения перечитываю, вдруг понимаю, что... А вот, я же об этом писал. А у вас вот где-то, я видела ещё стихи такие, знаете, афоризмы, краткие. Афористические стихотворения. Да, может, почитаете что-то оттуда? Да, есть, конечно, много таких стихотворений. Мне одно время очень понравилось писать кратко, Потому что я, честно сказать, очень длинных стихотворений я не люблю. Когда я слушаю, вот у нас выступают, налитые объединения, люди, и начинаются, Вот я просто, знаете, к своему стыду, наверное, да, Я забываю вот к концу стихотворения, с чего оно начало. Вот я решил так, что я буду писать только катренами. Катрен четыре строчки. Ну да. И называю их катренчиками. И у вас там даже есть такие, как типа Хоку, да, японские? Можно так сказать. Но всё-таки самое лучшее, это сонет, 14 строк. Ну, это идеальная форма, совершенно. Идеальная форма. К сожалению, их очень сложно писать. Сложно писать. Но со сцены больше 14 строк уже воспринимается не очень. Согласны? Очень тяжело. Поэтому я вот и такие, они шуточные у меня получились. У меня достаточно много таких катренчиков. Несколько штучек я могу зачитать. Я когда-то любил красивых, молодых, озаренных, загадочных. Но теперь осознал, что в силах я любитель лишь женщин порядочных. Как хорошо. Вот такое вот стихотворение, да. Или разделив свою жизнь на части, не жалея и не утрируя, дуракам оставляю счастье, наслаждаться победой пирровой. Да. Вот такое, да, к сожалению. Ну, пускай наслаждаются этой победой, а мы будем двигаться дальше. Посмотри, как сжимается время. Эта жизнь утекает сквозь пальцы, и всё реже встречаются двери, куда можно хотя бы постучаться. Или вот летнее такое стихотворение, да. Утопает в жаре столица, и надежду даёт лишь тень. Так хотелось вчера влюбиться, а сегодня и это лень. Вот такие вот шуточные, да. Вот, поэтому, конечно, это здорово, когда стихи, они находят форму, они находят книгу. Но вы ещё и поёте, и на вашей стихи много музыки написано. Да, если, вы знаете, как, если стихи действительно написаны, выдержав размер, ритм и хорошую рифму, на них ложится музыка. И у меня судьба меня свела с замечательными людьми, они, оказывается, просто со мной по соседству живут. Это легендарный дуэт Татьяны Розаевны и Сергея Таюшева. Дуэт 90-е годы известен был, и сейчас они выступают. Вот, а они мои друзья хорошие. Мы такой вот выпустили диск на мои стихи, называется альбом «Амальгама». Почему «Амальгама»? Наверное, ну, это вот какой-то сплав творчества, музыки, поэзии, разных мыслей. Даже клип есть у меня, мы сделали вот на одну из песен. Бражу по планете, так много счастливейших лет. Удачу ищу, спотыкаюсь, бегаю снова. А кто-то пытается выведать некий секрет, Которого, в общем-то, нет, есть житейская школа. Она научила, что я — повелитель судьбы. И мне не помогут ни дядя, ни бабка-гадалка. Лишь сам человек записаться способен в рабы. И ныть потом долго о том, как себя ему жалко. Мир изменяют лишь сильные духом, С тем, чтобы целей высоких достичь. Так, что поменьше лежи, кверху брюхом. Выбрал свою дорогу, иди и не ныть. В этом клипе вошло то, что я занимаюсь акидо, Потому что тоже интересное, такое боевое искусство восточное, С глубокой философией. Вот у меня клуб свой акидо есть, тоже, значит, интересно. Какое-то многогранное. Мне хочется, да, чтобы прожить эту жизнь не зря. И дай Бог, да, а стихи в этом помогают просто. Иногда я даже, знаете, как вот написал стихотворение, да, Вот запрограммировал эту реальность, как мне бы хотелось. И оно вот будет исполняться. И вы знаете, так и получается, что самое интересное. Да, вот какие-то тяжелейшие моменты жизни, А у предпринимателя, вы знаете, как жизнь, наверное, Бывают такими полосами страшными порой, да, Когда ты думаешь, а будешь ли ты вообще жив. Потому что, ну, годы, которые вот миновали уже, Как мы, наверное, так, с упованием молимся, да, об этом. Но были действительно моменты тяжелейшие, И только тогда стихи спасали. И я потом вот их сейчас читаю, эти стихи, И думаю, Господи, ну вот, наверное, Вот за эти стихи я и ухватился сам за свои же стихи, Как за эту ниточку спасительную, и вот вышел. Ну, у вас будет творческий вечер в нашем славянском центре в феврале. Так что, кто будет в Москве, и москвичей мы приглашаем 23 февраля В Международный славянский центр. Дорогие телезрители, вот сегодня мы познакомились с поэтом, С Сергеем Антиповым, настоящим поэтом. Он еще и издатель, как уже сказал, и предприниматель. Мы обязательно с ним продолжим беседу. Я благодарю вас, что были вы с нами. Благодарю Сергея Антипова, что он пришел. К нам на передачу. Всего вам доброго, храни Господь. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok